Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение. Всем привет! Вы слышите мини-лика второго, который эмигрировал в будущее и скрывается на планете Земля теперь под псевдонимом Алексей Халецкий. Но в прошлом он привел Эфиопию к процветанию, сейчас пытается это повторить, в общем-то, играя в компьютерную игру Sid Meier Civilization 6 на уровне сложности Божество с новым патчем, с режимом Тайные Сообщества или Тайные Общества. Если вы не видели первую серию, то лучше к ней перейти. Ссылка есть в описании к этому видео, либо в правом верхнем углу появлялась. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке Сообщества. Ну что, отправлю опять в очередной раз. Так, слушайте, но мне надо все-таки не здесь ставить, а как-то, чтобы захватить селитру. Поэтому все-таки, наверное, сюда пойду. Пусть на что так долго-то, блин? 10 ходов. 10. Может мне как-то через море? По морю будет 1, 2, 3 клетки. 3. Здесь все долго. Может здесь спрыгнуть? А я бы тут, наверное, спустился и побыстрее будет тогда. Так, дороговую республику я не принимаю, но ставлю плюс 100. Так, подождите, я тут сначала варваров про атакую. Блин, тут уже улучшение. Ставлю плюс 100% к морским юнитам промышленной эры. И мне надо каперы построить. О, кстати, у меня есть тут... Давайте я, наверное... Часть. Вот даже интересно, что мне больше... Мне, наверное, вот это больше дает. Хотя... А, давайте посмотрим. Значит, у меня сейчас 200... Просто мне даже интересно, сколько у меня уйдет. Вот 236, 110, 130. 236. Ну, правда, тут еще снижается больше от денег. Видите, тут снижается на 50% от торговых путей. Мне просто надо рейдеров, каперов много быстрее. Я плюс 200%, знаете, как я их быстро сделаю? Значит, 236, 110, 130. Стало 213, 105. То есть, 5 культуры ушло, 8 науки и 23. Ну, да. Есть немножко минус. Так. Значит, тут мы... Доделываем... О, как вам? Клеточки. Сейчас я еще тут эти аквакультуру сделаю. Вообще будет огонек. Теперь каперы тут делаю. Раз капер. Мне как минимум 3 капера надо. А где побыстрее они еще будут? Здесь 3 хода. Тут 3 хода. Тут вообще 4. Странно. А в Аксуме тоже 3. Ну, давайте, наверное, здесь добавим по каперу. И здесь еще один. Так, сделаю. Теперь что у нас? О, Килово Киси Вани. Тоже вполне имеет смысл построить. Так как у меня здесь еще этот... Килово Киси Вани хорошее чудо. Оно дает дополнительных послов. Если вы сюзерен города государства, то город получает плюс 15% к типичным бонусам. Ну, Тадж-Махал я точно не хочу. Собор Василия Женова я просто не... А, Рурочка, вот она. Ну, кстати, Рурочка, Рурочка, Рурочка. Где-нибудь она тут возможно вообще? Вот здесь, кстати. Нет? А, фабрика требуется. Ну, если что, вот тут. И, кстати, она еще и здесь возможно... А, стоп, тут холм. Должна быть на ровном месте, по-моему. Кстати, еще тут возможно. Я бы, пожалуй, в Дессе построил Рурку. Тогда давайте... Мне нужна фабрика, да? По-моему, тут Рурка... Короче, мне сначала нужна фабрика, поэтому давайте тут в очередь сделаем так. Уберем рабочего. Я тут вырублю. Вот жалко будет... Я не уверен, нужно ли ровное место для Рурки. Вот в чем дело. Только вдоль реки, рядом с промышленной зоной, содержащей фабрику. Все. Тут ничего не говорится про то, что не на холме, вот это вот. Что вот здесь она должна строиться. Соответственно, вырубаем. И этого парня ведем сюда, чтобы ускорить строительство Рурки. Будем пока стоять. Да, посмотрите, перс похожа на своем отдельном континенте тоже, как и я. Прикол. Причем мы даже по размерам примерно одинаковые. Но у меня, правда, три города-государства еще имеются. Так. Археологический. Покупаем. Отлично. И строим фабрику. Класс. Нам бы археологов открыть. Так. Колониализм ускоряется астрономией. Давайте мы за один ход откроем астрономию быстро. Нам два арбалетчика надо. Стоит ли мне поставить... Ну, вообще, я поставлю карточку. Я сейчас капер из дострою. И тогда, наверное, поставлю карточку, чтобы меньше денег стоил апгрейд. Я хочу верфь еще где-нибудь. Давайте пока буду пропускать ходы. Не хочу тратить деньги на выкуп клеток уже. Я хочу тратить деньги на покупку верфи. Например, здесь. Где у нас больше соседства? Три? Нет, вот здесь. А, тут верфь уже куплена. Так, три. Тут два. Тоже три. Ну, наверное, наверное, все-таки в Анкобере я хочу верфь купить. Рапануэ объявляет войну к кахмерам. А кто там с кахмерами вообще воюет? Почему Рапануэ воюет с кахмерами? А, Швеция. Так, колонизм ускорили один ход. Отлично. Три хода капер, три хода капер. Может, мы тогда... О, рыбацкие суда плюс одно. Мне надо колонизм открыть и потом дипломатическую службу. Вот так. Боже, какие тут красивые клетки получаются. Вы просто посмотрите на это чудо. Чудо несусветное. Так. Тут мы строим. Тут сюда, наверное, пойду. Хотя можно по пути здесь шахту сделать. Так. Парни, сюда будет у нас ручка там. Ну, Франции, кстати, не очень с местом завезло. Это скорее место для России, чем для Франции. Пропускаю. Я хочу верфи купить. Мне та клетка не так важна для обработки в китов, чем купить клетки. Так, ну что, вот вы... Зачем мне тут все испоганили мое развитие, а? Вы этого хотели? Чтоб вот я пришел с карательной миссией, да? Блин, разведчика дали. Ну, поплыли... Наверное, сюда. Блин, в сути, тут сколько руинок я сейчас насобираю. Ух ты. Ну, Рарайма, слушайте, это крутое чудо. Это тоже очень крутое чудо на науку. Я даже не знаю, что круче Торрес Дель Пайна. Но Торрес Дель Пайна в моем случае тоже неплохое. То есть тут еда и производство. Просто иногда бывает чисто среди лугов, и тогда это так себе. Блин, потому что, ну, блин, 4 еды не особо весело. Так, мечеть я куплю. И будем строить... Так, что с промышленной зоной? Плюс 2, плюс 2. Что с акведуком? Ага. Блин, ну что, надо, значит, тут акведук ставить, а там промышленную зону, получается. Иду-ка сюда промышленную зону. Блин, жалко. Честно говоря. А почему именно так? Потому что здесь еще, возможно, я район поставлю, и они будут соседствовать. Тут верфь надо будет еще покупать. Блин. Ну, тут нужен, тут нужен рабочий. Пока. Так, это мы нашли, нашли. Дружелюбное племя, клейнализм ускорили. Ну, вот, весь континент персидский. Тоже очень неплохо себя чувствует. Тарс, 19. 19 просто вырос. А как тут Панама? 18 вообще зашибись. Ребята жируют. Майя, 179-155. Ну, мне вообще нравится, что это немножко как бы так ровненько довольно. Приятно. Когда вот нету ощущений. Ну, в другой стороны, это потому что я компусасу бодистроил, будем честны. Наполеон Бонапарт решил в этом мире закхмеров быть. Крупнейший город в наших границах. 15 населения. Рыбацкий суда плюс 2 производства. Ну, пока не меняю. Я через 2 хода поменяю. Надо мне каперы достроить. Хотя, кстати, тут по одному ходу строится. Не, ну да, надо как раз дипломатическую службу открою. Так, давайте я на рыбацкие лодки посмотрю вообще, как тут все выглядит. А, блин, рыбацкие... Ну, рыбацкие лодки тоже хороши. Я думал, просто еще и на это будет влиять. На это не влияет, к сожалению, но... Рыбацкие лодки тоже выглядят очень... Очень красиво. Вообще все выглядит очень красиво в этом городе. Можно уже убрать... Золоченность. Сколько у нас? Три хода. У меня просто там... Стоят города... А, стоят корабли. Никуда они двигаются. Последний мерзкий варвар остался. Так, надо тут стоять. Засвечивать территорию, чтобы варвары не появились. О! Так, ну что, тут все выудай. Ну ладно, я для этого города его еще оставлю. Сразу обращу. Чтобы уже наверняка... Сейчас на последнюю цивилизацию не нарваться случаем. Но раз перс ее не встретил, я не думаю, что он тут прям плавает. Хотя вообще посмотришь, он ее точно не встретил. Угу. Так, куда я хочу два посла отправить? Ну, я бы хотел, конечно, Ереван пересоюзить. Так что надо дождаться. Я пересоюзу Ереван. Сразу кучу апостолов накуплю. Отправлю к Персу теологические баталии проводить. То есть я им всем прокачку, если он умирает в теологической баталии, чтобы давали реликвию вот это. Так. Гавань тут завершена. Маяк. Ну, у меня куча производства, по мнению Нубии. Куда ты плывешь, тварина австралийская? Ну, если он тут сейчас влезет, я ему войну объявлю, конечно же. Каменоломни плюс одно производство. Так, мне надо два арбалетчика для этого наемников поставить. Давайте, во-первых, я еще одну катапульту куплю. Вот здесь. Тремя бомбардами они у меня встанут. Тут, тут и тут будут маскат обстреливать. Так, стоим. Каперы тут завершены. фабрика. Фабрика. Так, фабрика завершена. Хочу посмотреть, будет ли рурка доступна. Ееее. Отлично. Рурочку строим. Ну, и тут, наверное, можно фабрику уже. Хотя мне надо и... Хочу и дипломатический квартал, наконец, сделать. Так, давайте, пожалуй, тогда рабочего. Тоже надо болото это убрать. Выбраться из эфиопского болота. Все еще... К хмерам не добегает, да? Жаль. Ну, знаете, чего не хватает? Чтобы каперы могли... Это как есть в Endless Legend, например. Чтобы каперы были нейтральными. И я мог каперами нападать на цивилизации других игроков, не объявляя им войну. То есть они считались бы такими варварскими, что ли, юнитами. Ставить ли тут? Я просто думаю... Не... Много ли мне вообще уже веры? Я бы тут, наверное, шахту поставил, а не веру. Плюс один посол. Тоже неплохо. И мы Ереван пересюзерениваем. И берем кучу апостолов. Которые сейчас у нас побегут в сторону Персии реликвии получать. Ну, у меня как минимум четыре. Надо. Можно еще больше даже. Так. В Хоррере у нас нету священного места. О. Так, ну тут надо сначала мечеть купить. Значит, тут апостол пока откладывается. Ну, потому что мечеть мне дает дополнительную возможность для обращения. То есть я не просто пойду с Персом. Там сначала начну обращать, наверное, его города. Дополнительно. Так, тут Каппер тоже завершен. Амфитеатр. Чтобы археологически купить. Вельф можно купить уже? Нет. 580. Общество алхимиков. Ванкобаре. Амбар. В принципе, можно. Да, как-то медленно растет. Давайте амбар. Фу, маскат перекупили. Я уж боялся Ереван. Сейчас не возьму. Ну, по идее, я уже купил апостолов. Я уже... У них уже была бы... Прокачка. Любая. Так, учетные банки. Макеавелизм. Канцелярия позволяет создавать шпионов. Так. Значит, тут меняем 100% на скидку в золоте. И делаем двух арбалетчиков. Тут и тут. Теперь... Где это поселенец Австралийский? Куда он поплыл? Придурочный. Поплыли апостолами. Я все возьму на... Вот, на мученика. Все апостолы будут мучениками. Так, значит, здесь... Сюда рабочего. Апостол у нас мученик тоже. Этот апостол мученик. Этот апостол тоже... Блин! Я распространил веру. Я, кстати, не уверен, что я теперь могу прокачку ему дать вообще. Промазал. Блин. О, еще один заряд. Отлично. На три хода ускоряет постройку рульки. Это здорово. Ну, давайте, наверное, еще пока строители. Так. Два посла. Я бы в Рапану и отправил. Мне стало бы культуру давать. Побольше. Так. Следующим ходом. Новая эпоха. Не знаю. Давайте я пока тут их на... Поставлю на... Как это называется-то? На боевую готовность. Если бы мне кто-то войну объявит, у меня тут каперы были. Я бы вот тут держал. Ну, снизу на меня никто не нападет. Тут справа-слева возможны варианты. Так. Хожу, просто собираю руинки, которые все пропустили. Которые даже никто не лазал туда, не искал. Дальше в естественную историю. Чтобы археологов покупать за религию. Фу, Буэнос-Айрес. Я уже думал, последнюю цивилизацию встретить. Ну, а следующим ходом начну уже искать и кругосветку заканчивать. Так, промышленная зона мастерская. Сколько она тут? Десять. Промышленная зона. Восемь, десять, десять. Класс. Мне-то тебе очень нравится. Еще бы где-нибудь компусов побольше сделать. И вообще было бы офигительно. Блин, может мне у кого-то селитру купить? Я просто боюсь, что у меня его никто не продаст. Кого тут вообще у нас есть ресурсы? Так, голосование фиг знает за что. неизвестное. Ну, неизвестное. Точно пульс правой машины Точно Ну Наверное Правда и то и другое не особо Хотя плюс 15% К военным юнитам Почему нет Перехода рурочка Так давайте смотреть Не продаст ли мне кто-нибудь Селитрочку 106 Чувак Чувак слушай Я думаю Тебе Нужны мои Вот эти очки Я думаю что он за 15 За 25 Нет За 35 Ага За 30 Да Окей Так и Блин бедный хмер со всеми воюет У меня есть Киты и трюфеля А у него Шелк и пряности У меня У меня есть шелк и пряности Шелк У меня есть шелк А пряности Пряности у меня нету Давайте ему втюхаем Китов вообще ни у кого нету Тюфеля Тюфеля Отлично Что у нас еще Кто еще хочет Какао перс Хочет поторговать За китов За китов Давайте мы найдем Кто не хочет С меня С денег Стрясти Вот цитрусовые С греком Да блин Хоть меньше Просит Чуть Они все Хотят на мне Нажиться Мед Сахар Соль Во соль Этот Этот чувак Со мной Все А О Нормально Нормально Блин Он вообще готов Все заплатить Отлично О Вот это Понимаю Щедрый Щедрый парень Так Вот как бы Этот поселенец Где-нибудь Тут мне не высадился Чтобы Так Теперь АПМ Сейчас я еще Кстати еще Поторгую селитрой Я просто Максимум 25 Видите А так как У Кхмера 100 там с чем-то Я думаю Он Только Рад Так За сколько Ты там За 30 Согласился По-моему Ага Отлично Еще Бомбарда И Мне надо Три Мушкетера Кстати Еще А Стоп А мне некого Мушкетеров Апгрейдить Ладно Давайте Этого Варбалетчика Так Сюда Надо перевести Сейчас он у меня будет Следующим ходом Мне надо Чтобы Впереди Два Вот этих Юнида Тут встали А за ними Бомбарды Которые будут Маскат Обстреливать Все Следующим ходом Мы маскату Войну Должны взять Так Тут ушло Черная карточка На Может мне уже Поставить На соседство Кампуса Я вот думаю Давайте глянем Всего лишь 8 науки Кстати Так что Соседство Соседство Получается На священную Зону Круче Потому что Она И на науку Будет давать И на культуру И на Религию Тоже Так Тут я хотел Болото Убрать Так Давайте мы Опять С болеваром Попробуем Да ладно Кит Ладно Я должен проплыть Не должны Мне вроде По идее Арбалетчики Убить меня Так Где у меня Тут Корабли Стоят Приказа Да ладно Нету Проплыва Все таки Нет Значит Дальше Надо Плыть Может Увижу Чего Нет Только Границы Майя Увидел Так Убираем А нет Можно Отлично Я уж думал Распространил И все Ну поплыли В Персию Мученики Армия Мучеников Иудейских Блин Надо было им Походить Конечно И потом Давайте я сверху Поплыву И потом Промоушен Давать Так Тут я один ход Пропускаю Чтобы сохранить Производство На дипломатическую Площадь Во всех остальных Городах Все А нет Вот в Анкобре Что-то построилось Амбар Собор Святой Софии Килва Кисеване Теперь шпионов Уже сделаем Так Здесь Ну я бы Сходил в баллистику Я бы апнул Арбалеты В пушке Еще бы Пушками помогал А раз апнул В пушке То надо подводить Я думаю Ну это ты уже Этого я уже апнул Так Тут мы заканчиваем Ход Ой Франция к хмеру Объявила войну И Кирк к хмеру Объявила войну Да Там все Короче Блин Вот То что перст Меня осуждает Мне не нравится Но я очень бы не хотел Чтобы он со мной воевал И соответственно Убивал моих апостолов То есть Мне надо Чтобы Воевали Именно на религиозные юниты Торговые пути К выбранному игроку Ну давайте Блин Даже не знаю Ну давайте К Франции Предположим Дальше На 100 Давайте меньше Я за себя Проголосую И Нобелевская премия По физике Да Мне кажется Мне кажется Будет претензии Скорее всего Кхмер Генерировать Наверное Да Я так и думал Что Кхмер Надо было За него Голосовать Так Теперь мы можем Археологов Покупать Я кстати Я могу Персу Войну Золотого века Объявить Кстати Я трех Мушкетеров Уже могу Просто Купить А зачем Мне три Мушкетера Что-то Ускоряет Стандартизация Ну Не знаю Надо ли Мне Это Давайте Пока Так Маскату Объявляется Война Ну Вот там Кстати Мой поселенец Заодно Вернем Мне кажется Этого Должно Хватить Для захвата Посмотрим Ладно Так Блин Тут еще Бананы Надо убрать Тоже Один ход Отложим Наконец-то Новый район Построим Дипломатический Квартал Значит Он Ваша цивилизация Получает Плюс Один К мировому Влиянию За каждую Делегацию Или посольство От другой Цивилизации Плюс Один Посол За нахождение Рядом С центром Города Уровень Вражеских Шпионов Работающим В этом И смежных Районах Снижается На два Может Стоять только В одном Экземпляре Да Ну Вот по поводу Шпионов Тут не очень У меня качественно Получается Кстати А тут я Театралочку Получается Поставлю Да Ага Отличненько Так Арбалеты Ну Арбалеты Они мне уже В маскате Не помогут У меня Пушки будут На Газаргаму Помогать Захватывать Туда у нас Ну что Покупать Археолог Сколько будет Археолог Кстати Стоить Ну и где А У меня что-то Нету Где у меня Археологический В Хорере 340 Ну кстати Норм Так у меня Почему это Историческое место Только одно Так Давайте я гляну Вообще Исторические места У нас Так Так-то Их 22 Но Рядом Ага Вот еще одно Тут два Ну предположим Да Одно вот тут еще Ну я наверное Вот этого археолога Сюда отправлю Так Где у нас еще я Здесь надо Археологический музей Я просто думаю Может мне еще Все-таки послов Послов Апостолов Прикупить 340 Все равно я сейчас Не могу Ладно Пока У меня не так много Реликвий На самом деле Так Куда этот поселенец Поплыл Австралийский Что-то я его не вижу Если Сейчас мне Перс объявит войну И захватит Метово-поселенца Я не знаю Я просто Офигею уже От того что я не могу Здесь никак Как город основать Мне кажется Надо высаживаться Уже Просто пока стою Чтобы Блин А что-то я тут Так Встал Сейчас этого рабочего Захватит Маскат О блин Он вообще даже Не обстреливал меня Странно Странно Вообще Ничего интересного Так что тут Проплыв Хотя бы Будет Да Тут похоже Есть А здесь Мы Да блин Это все что Все Континент Такой огромный Где последняя цивилизация Майя ее знает Да Нет Не знает А знает Их Их вот эти Вот он Наверное Границы Последней цивилизации То есть Где-то тут Вот надо Проплывать И мы ее Встретим Наверное Стоит Аквапарк Построить В этом городе Кроме аквапарка Собственно Других Районов Так Тут я пропускаю Не только пропускаю Я куплю Верфь Еще Вот так Во всех остальных Что-то строится Так Так Ой А что это я Блин Не принял Ну Франция Осуждается Шибись Понеслась Что-то мне вот эти Юниты Не нравятся Персидские Хотя С другой стороны Я не думаю Что 71 Можно пробить Сейчас Каравеллами И И Фрегатами Так Полевые пушки Делаем Сейчас Оуу Все Ха на скауту К сожалению Скауту К сожалению Все Тут На этом Наши полномочия Убираем 75 75 75 75 Так Убираем Бананы Ставим Промышленную Зону Убираем Лес В очередь Ставим Акведук Можно удалять Все Ну что Какой шанс Что он Мне не Перебьет Апостолов Своими Просто Юнитами Объявив Войну Блин Там 200 Науки Хотя У меня Уже 177 Не скажу Что у меня Прям Плохо Наверное Фабрику Сначала В Гондоре Маяк Так Торговца Я тут Куплю Строить Будем Тут Надо Вот это Все Удалять Какие Тут Районы Лучше Все Подойдут Кампус Плюс 3 Но Дело в том Что я это удалю То есть Тут не будет Плюс 3 Для кампуса Вот в чем дело Промышленное Плюс 2 Священное Место Блин С другой Стороны Здесь И потом Я здесь Какой-нибудь Район Поставлю Будет Кстати А может Мне здесь Промышленный Район В Гондоре Поставить И тогда Я тут Венецианку Смогу Сделать То есть Вот как-то Сюда Кампус Сюда Промышленный И тут Будет Венецианочка Вот Это Район 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 Так Тогда Давайте Еще Торгов Стро Район Я Отсюда Из Гондора Отправлю Чтобы Тут Производство Было Так С Москатом Я Вою У меня Три Посла Ну Надо Кстати Засюзеренить Фес Это Хорошая Идея Потому Что Я Буду Сейчас Обращать Города Перса Не факт Что У меня Будет Получаться Но Буду Пытаться И Как Минимум я могу получить науку обратив ну и плюс любом случае наука так интересненько интересненько давайте посмотрим сколько у нас будут бомбарды снимать 16 16 19 то есть мне надо еще с той стороны а ну там с той стороны юниты ну если могу подойти эту метод засвечивается давайте я подойду пускай он атакует заодно попрокачиваем наверное этого арома что мы будем тут делать тут можно пока этого я сюда отправляю так тут стоим ждем когда город будет поставлен красиво красиво так боливар как насчет посольства нет как насчет о я киты могу эти серебро право прохода 5 золотов вот ладно в принципе почему нет но мне кажется что он планирует цикл командующих тут накоплено не кажется планирует вавилон захватывать мечниками правда но это же компьютер у него головка бобо скажем так и даже вообще головки нету так когда я уже кругосветку сделаю и но не первый кстати не первый кто-то раньше меня кругосветочку организовал так мне надо вот сюда куда-то плыть вот вот эту вот встретить кого-то а вот где у нас еще торговец и друг промышленная зона ну кстати в принципе я бы здесь поставил что тут пустыня все равно бессмысленные клетки давайте тут промышленную зону без акведука в этот раз так что то у меня там скидка на лучшее поможет все что мог улучшил из юнитов нету смысла дальше эту карточку держать капер брук каравеллы в броненосцы я не буду улучшать разведчиков конечно хотелось бы улучшить но они не находятся в том месте то недалеко короче для того чтобы их улучшать ну да все карточку можно убирать что поставим уничтожение это в прошлых эпох ну такое там по-моему не прошлых эпох у маската плюс одно довольство все улучшения все литры угля дают дополнительный ресурс оборонительных доход от мародерства я хочу сейчас мародерствовать давайте наверное вот на уголь скоро должно электричество начать работать так баллистику открыли давайте книга печатная и осадную тактику банковское дело пока так так надо ли мне просвещение открывать в общем вопрос буду ли я ну с другой стороны конечно национал да ладно пошли национализм как у нас тут вообще по наукам кхмер и нубия уже в новом времени опасненько о по культуре я уже более-менее тут раскочегарился что по цифрам 200 у нубии 200 у майя я считаете на третьем месте вместе с мали по культуре все так вообще ровненько кроме грека ну и нубии практически с австралии нету культуры ну вообще неплохо неплохо мне вот нравится что так все ровненько идут больше торговых путей фес объявил войну москату кругосветка так следующим ходом у нас рурка ой что из швеции но это только потому что я в союзе с кхмером все время так они там все с ним воюют поэтому все меня осуждают но при этом хотят у меня почему-то купить железо пожалуй нет подожди я сам эту эту селитру еле выкупил у кхмера не буду ничего продавать мне надо еще с этой стороны закрыть чтобы осада как бы считалось понимаете ручка нормально так производство будет автоматическую видимость запретный дворец по мужу кто-то построил а кстати я хотел соседство кампуса заменить на соседство на соседство священной площади и что это наоборот даже будет наоборот больше науки из-за того что я за эфиопией давайте смотрим 180 162 300 а не меньше стало странно что следующим ходом пересчитается как-то ну я бы бомбарды прокачивал на самом деле что там вторая прокачка это уже против укрепления района плюс 10 это очень круто то есть не нету смысла спешить с захватом маската мне лучше именно что потратить время на улучшение юнитов а потом газоргаму вообще упадет быстро тогда так что мне первое удалить только я хочу посмотреть промышленной зоны вообще будет ну да плюс 2 наверное все таки с промышленной зоны начну потому что таким образом я быстрее смогу построить кампус тогда так из гондора 39 ничего себе просто ничего себе так а где твои вообще религиозные юниты я чё приехал с кем биться то я приехал чё за фигня чё ни одного религиозного юнита не вижу надо подводить сюда броненосец если он мне войну решит объявлять так поплыли значит в ту сторону последнюю цивилизацию находить даже проплыва нету как ни странно мой скаут все еще жив вообще удивлен да не пройти как всегда угольная электростанция в дэйси 82 производства ну тут конечно тоже угольную надо в харере ну кстати тут тоже можно аквапарк наверно хотя нет акведук и акведук тут нафиг нужен пингала сидит что с кампусом плюс один плюс один плюс один кампус грустный священное место тоже все по плюс один может военный лагерь тогда построить просто чтобы накапливалось больше давайте наверное вот здесь военный лагерь эту клетку передать мастерская фабрика вот тут вот тут смотрите плюс три кампус за счет этих линий и за счет районов уже построенных и центра города что наверное стоит блин а если я уберу камень то это снизит производство от от этих видите тут плюс один за каменоломни мне кажется это тоже важно плюс один иметь так этот у нас прокачался блин обойных возьму неужели я тут еще два хода я город поставлю наконец-то не может быть так тетралочка и здесь производственную промышленную площадь так этот Панама больше всего а на производство куда больше всего в Одиссабебу может этот на производство еду отправить я вот думаю что мне зачем мне тут так много золота прям уж гондору есть куда расти в принципе так что наверное в Одиссабебу плюс я еще дорогу проведу нету дороги как раз если там дорога не особо уже важная я бы районы построила это считаете дорога была так так кто у нас впереди по науке по количеству технологии а мониторы но я не вижу городов а вот мая вижу шмаль и текаль вижу мушмаль и текаль есть смысл отправить а слушайте в няне конечно же разоблашу вас мали мы сейчас там кучу бабла будем воровать так этого парня сюда мы с двух сторон будем блин где его религиозные юниты шо за фигня мне надо чтобы он меня убивал моих апостолов своими религиозными у него там блин у него там этот инквизитор сидит а это сектант сорян это не инквизитор это сектант обознатушки интересно что эти сектанты вообще делают ну это из этого из тайного общества наверно там к толху теребонькую потихоньку эх в шторм в шторм вплываю ну где последние цила махенджи даро встречина неизвестный игрок хотя дофига культурных ггшек действительно можно можно было попытаться туризмом что-то сделать я думаю так ванкобари шпиона построил два хода до возможности новый район строить ну тогда давайте еще строителя пока как раз перехода будет аквапарк колесо обозрения просто отсюда будет на пять шесть семь вот на эти города влияет аквапарк хотя чё конюшню-то лучше казарму не знаю мне кажется конюшня не особо а а а ну наверное вырубать не хочу а куда это тут у нас флот австралии плывет еще у меня даже я сильнее вон австралии уже тут конечно он перс меня беспокоит свои тысячу шестую вообще самая большая армия в игре куда он ее столько накопил так национализм открыли давайте я поставлю сейчас юниты теряют на 50 процентов меньше боевой мощи при поражении пока так ух ты какое-то тяжелое поражение так вот по идее сейчас не должен убить пока постоим в адиса бэби покупаем археологический музей покупаем археолога и где у нас еще археолог тут в хоррере мы купили вот здесь больше по моему нас театральных площадей нету пока так что мы в адиса бэби дальше строим фабрику а консульство давайте мы там посольство всякие вот это вот по отправляем тоже посольство с боливаром может я смогу боливару с боливаром союз заключить наконец и отправить к нему караваны так что дает консульство два очка влияния заход по моему нафиг надо уровень вражеского шпиона действующего в этом городе или в городе с военными лагерями снижается а в городе с военными лагерями получает три бонуса посольского типа от городов государства что такое три бонуса посольского типа что это за бонусы посольского типа такое хотя эти здания тут покупаются да кстати покупаются как как и любые здания три бонуса посольского типа от городов государств фиг знает честно говоря но я все равно хочу консульство построить потом фабрику дальше где у нас верфи не куплены в макеле нету верфи в аксуме тоже да да ну пока денежков нету на верфь так чё дальше чё дальше чё дальше ну мне кажется надо в авиацию электричество идти пойти только через научную теорию просто плюс от плантации электричество туда гидроэлектростанцию построим потом радио пока так казарма оружейная о следующая открывается так за каждого получит человека человека лей линии ну это короче фигня в моем случае и у нас остается генеральный план в эпоху атома открывает городской проект оккультные исследования которые на время действия производят золото после извержения вы получаете очки великих людей и науку за каждую лей линию отлично вам не кажется вот смотрите то есть тут в этом тайном обществе все зависит от лей линий но вы не знаете где они находятся пока вы не примете тайное общество у меня лей линии на всей моей территории две штуки класс то есть вы принимаете это общество и соответственно сидите без бон просто мне даже интересно посмотреть как у других их всего на карте ну из того что я открыл 27 давайте смотреть у уже даже не всю территорию я вижу колумбию у него уже больше чем у меня да у перса больше чем у меня у мали больше чем у меня ну класс класс у француза больше чем у меня зашибись игра мне просто не дала принять тот то тайное сообщество которое я хотел типа сиди страдай класс а все бонусы у тебя не будут работать ну они вообще работают конечно вот уже видите за великих людей тут появились то есть оно значит имеет обратную силу то есть уже взятые великие люди влияют на лейлинии дают бонусы там на них тем не менее я возмущен конечно подобным рандомом нет богу богу угодно и у о я должен был сейчас науку получить кстати 160 науки примерно блин блин чувак ну где твой религиозный юнит я хочу с ними подискутировать так сказать и получить за это реликвию я считаю нечестно я тут апостолов на дело а ты мне никак не противодействуешь о видите вот эти лейлинии то есть это вот они короче все лейлинии на карте мне давали бы что-то показывают то как они бы мне давали а не а тому значение территории так где там эта цивилизация наверно дальше ея последняя а турция отлично обменяться столицами тоже отличная идея я всех встретил да так чё там у них посольство да заключить так торговать с ними нечем что какое у них развитие у них развитие похуже конечно ну давайте как мы всех встретили я думаю что на этом можно радостно завершить эту серию просто посмотрю у кого какое развитие майя тут в лидерах похоже майя хмер как ни странно не царя на все его воины хотя может нет наверное нет майя нубия майя и нубия я бы даже сказал майя потому что у него и с культурой все неплохо и с армией то есть он во всех местах впереди она я хоть по культуре немножко начинаю ребят догонять слушайте мы так ровненько идем вообще мне это нравится но я опять же повторю на самом деле только потому что я не упарывался в кампуса только поэтому у меня два кампуса стоит вот и все только два кампуса а если было бы по-другому если бы я играл как обычно то у меня бы уже наверное науки 400 было к данному моменту тем более тут два города государства научных просто немножко по-другому сейчас решил сыграть ладно спонсоры могут посмотреть уже продолжение сейчас во вкладке сообщества для всех остальных оно появится завтра спасибо что смотрите всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока 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 Продолжение следует...